Все сначала обрадовались, мы же столько производим, мы, наверное, все продадим на Китай. Нет. Но понятное дело, что это не связано с началом форума. Вот прям встретились и сразу на 70 миллионов подписали. Вы что, серьезно в это верите? Подорожало почти на рубль в среднем по регионам. Поэтому мы сейчас купим тонну пшеницы и посмотрим, сколько она будет стоить в мае. Сколько будет стоить пшеница, я всегда хочу ответить. Я не знаю. Привет, это Агроменеджер, меня зовут Илья. Да, сои у нас дорожают по регионам, подсолнечник и все остальные культуры дешевеют. А это значит что? А это ценовой обзор от Агроменеджеров. Поэтому присаживайтесь поудобнее, будет интересно, поговорим о ценах. Я много раз говорил, что смотрите в описании ролика, там есть эпизоды. Потому что это ценовой блок, мы все-таки начнем немного с вводных новостей, то, что повлияет на рынок. Подведем итоги конкурса, про цены будет в конце выпуска. Но кому не хочется это слушать, в описании ролика есть эпизоды, переходите на цены. Первое, с чего бы я хотел начать, это, конечно же, наш конкурс, который не закончился. Мы сейчас дадим призы за первый этап. Пишите комментарии, те, которые мне понравятся. Получат призы. Кардхолдер, эспандер. Поэтому сейчас подведем итоги. Кто у нас выиграл на прошлой неделе, а вы участвуете уже в розыгрыше, результаты которого будут на следующей неделе. Ну, вообще, сейчас здесь появятся победители. И что, мне очень сильно понравился, я же говорю, субъективный конкурс. Два комментария. Как выбрать? Я не буду выбирать, я подарю обоим призы, поэтому связывайтесь в сообществе ВКонтакте. Мы с вами свяжемся. Отправим выводить призы. А кто же победитель? Победитель у нас первый, Злобин Максим, который написал, что хочет эспандер, чтобы качать руки. А то не хватит сил перебирать семена. Да, действительно, хорошее чувство юмора. Подарим эспандер. Если захотите, дадим еще кардхолдер. И, конечно же, Алексей. Алексей, вы из Липецкой области. И если бы ваш комментарий победил, а мне действительно понравилось, что вы написали, у меня бы сказали, что я слишком субъективен и не хочу отправлять по всей России. Поэтому что мы просто подарим вам? Даже не за комментарий, а за то, что земляк. Ну, вот так вот. Субъективно, конкурс наш, что хотим, то и делаем. Поэтому участвуйте, пишите интересные комментарии, и будет победа за вами. Вообще, что я опять делаю? Скажете, что в каком-то подземелье, там просто на улице хотели снять. Хороший бы вид был бы, но пошел дождь. Из-за этого пришлось поехать на подземный паркинг. Но главное то, что мы говорим, а не то, где мы это делаем. Хотя картинка тоже должна получиться красивой. Ставь лайк за картинку, по-любому зайдет. Что может повлиять на цены на урожай, которые текущие и которые будут будущие? Ну, во-первых, сейчас уже сегодня прошла новость того форума, который проходит сейчас Россия и Китай. Присутствует даже президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Пришла ошеломительная новость вчера вечером. Какая? Очень просто. 70 миллионов тонн сельхозтоваропродукции купит Китай. Все сначала обрадовались, мы же сток производим, мы, наверное, все продадим на Китай. Нет. Контракт рассчитан на 12 лет. Но даже если прикинуть 12 лет на 70 миллионов тонн, это около 6-6,5 миллионов тонн сельхозтоваропродукции ежегодно на протяжении 12 лет. А это 10% нашего экспорта. Самое главное для меня, что Китай начал покупать и начал покупать через новый зерновой путь, который мы делаем. В выпуске, в одном из наших недавних, мы рассказывали, что на Дальнем Востоке строятся целые хабы, развивается железнодорожная перевозка. И вот первый шаг. Это первый шаг к тому, что сельхозтоваропродукция будет идти в Китай, будет идти в огромных объемах и будет, как говорится, держать цену экспортного паритета, который есть в нашей стране. А еще Россия и Китай построят совместный маслоэкстракционный завод в Красноярском крае по переработке рапса. Китай сейчас повернулся на наш сельхозтоваропродукции, это хорошая новость. Но знаете что? Ну, понятное дело, что это не связано с началом форума. Вот прям встретились и сразу на 70 миллионов подписали. Вы что, серьезно в это верите? Естественно, была подготовка, которая длилась не одну неделю, не один месяц. Это готовилось, это все подводилось к этому и просто так совпало, что это все на форуме. Нужны знаковые события на форуме. Но по факту вопрос того, что интеграция идет, она давно обсуждалась, она сейчас работает и уже первые шаги делаются. Это радует. В дальнейшем мы ждем увеличения масштабов нашего взаимодействия с нашим восточным соседом. Новость, конечно же, шикарная. Но если переходить к остальным новостям, особенно по нынешней цене сельхозтоваропродукции, единственное, что радует, радует соя, которая на прошлой неделе, на позапрошлой неделе подорожала почти на рубль в среднем по регионам. Если мы говорим за зерновые, а знаете что? У меня есть одна очень интересная идея по поводу зерновых. Чтобы вы не пересматривали ролики, не вспоминали, что я говорил до этого, вы просто сможете, смотря наши выпуски, понимать индикативную цену на пшеницу. Не со своих слов, а действительно на реальном примере. Поэтому мы сейчас купим тонну пшеницы и посмотрим, сколько она будет стоить в мае. И пока сейчас на вашем экране появляются цены в различных регионах, как мы это всегда делали, расскажу, что повлияет. Во-первых, сейчас начал расти спрос на российскую пшеницу. Если мы сравниваем с аналогичным периодом прошлого года, то экспорт российской пшеницы вырос. И если, как говорил наш президент, мы прогнозируем экспорт на уровень 60-50 миллионов тонн, то сейчас мы по кварталу опережающими темпами идем вперед. А тут еще, как раз, как я уже ранее сказал, подоспел Китай. Поэтому новости хорошие. Так что, как же мы будем следить за той ценой, точнее за ожиданиями рынка? А все очень просто. Мы сейчас, точнее я, приобрету фьючерс на пшеницу. Что поддает этот показатель? Этот показатель дает стоимость четверки, ожидаемую стоимость четверки в мае 2024 года на Новороссийске. Он сейчас уже ожидание цены на уровне 16 рублей. Посмотрим более подробнее. Но что нам этот показатель даст? Особых денег мы, конечно же, не заработаем, но мы поймем ожидания рынка. Ведь биржа всегда показывает то, чего ждет рынок. Ждет ли повышение цены, ждет ли понижение. Потому что меня, когда спрашивают, Илья, сколько будет стоить пшеница, я всегда хочу ответить. Я не знаю. Я знаю одно. Есть тренды, есть ожидания рынка. Вот это я знаю. Вот про это я рассказать могу. А сказать конкретно, сколько будет стоить пшеница сегодня-завтра, я не могу вам. Все может произойти. Но чтобы держать, как говорится, нос по ветру, нам нужно знать тренды. Именно для этого мы сейчас покупаем один фьючерс пшеницы четверки с Сипяти Новороссийской. Ну что, как ни странно, выглянуло солнышко. Поэтому с нашей покупкой будет все нормально. Что мы делаем? Ну, заходим, во-первых, в инвестиционное приложение. Да, для покупки фьючерсов нужно быть квалифицированным инвестором. Таким званием я обладаю, поэтому здесь вопросов не будет. Итак, что мы делаем? Мы переходим на московскую биржу. Это никакая не реклама. Тинькофф инвестиции забили. Все. Итак, мы ищем фьючерс на пшеницу с поставки Новороссийской. Сейчас смотрим, что он стоит 16 тысяч фьючерс до июня 2024 года. Ну что же, покупаем мы и на следующем выпуске мы уже посмотрим, что с ним произойдет. Итак, покупаем один лот, соответственно, одну тонну купить. Все. Фьючерс куплю. Ну что, тонну пшеницы мы купили. Мы пошли за нашей машиной. Была плохая погода, но, может, а зимка начнет сходить. Поэтому с вами были Агроменеджеры. До новых встреч. Это был ценовой выпуск. Ставим комментарий, участвуем в конкурсе. Всем пока.